Решение, сколько мы уже готовим, правильно? Вы же можете это там внести на рекламу на векового города? Мало того, смотрите, мне не дают документы, но, разрешите скажу еще, но фирмы, которые близки к мэру, они получают дозвела и ставят рекламные плоскости, в которых мэр поздравляет людей с Днем Города. Я думаю, мы все понимаем, о чем я говорю. На сегодняшний день, Дара Юг перепутать. Дара Юг, абсолютно верно. Дара Юг получила документы, Александр Содорович. И Бирборд получил киевским решением исполкома нашественных дров. Сейчас АТБ получает документы. Что-то Таранов промолчал. Аналогичные, как и у меня, которые мне не пришли. Вы можете перебирать? Вот, я прошу, я не знаю, в силах ли вы, прекратите репрессии. Я хочу работать, хочу жить в другом городе. Мне уже надоело что-то с моей хамилией. Я не могу сюда прийти, в это здание, у меня есть диасказ. Они столбы падают. Колбы падают? Да, уже конструкции не ведешь. Как раз они падают там, где конструкции нету. Там, где они есть, были конструкции. А есть скилопа. Сколько у вас было всего? Больше пол тысячи. А осталось на сегодня? Пятьсот счетов? Более, больше. Это на столбах. А осталось? Я не могу сказать точно цифру, потому что с каждым месяцем у меня дозвола заканчивается, я становлюсь незаконным. В прошлом году я заплатил городу, городской громаде, я не считаю налогов, зарплату, 187 тысяч гривен. В этом году, если ты заплачу, дай бог. Но я думаю... А сколько у вас наемных работников? Восемь. Но плачу налоги. У меня есть предприятия, ЧП. На ЧП у меня есть работники работают. У них есть семьи. А есть мнение у членов Куристина? Кто это может говорить? Дело в том, что сейчас политика и мой бизнес пересеклись. Я понимаю, что властвующие силы сильнее меня, они борются с малым предпринимателем. Я предлагаю, что есть предложение. Скажите, он похожее. У вас на столбатый. Есть еще такие же, как и я, предприниматели Деменский и Сорока. Люди, которые поддерживали Александра Федоровича, как я, но остались... Деменский просил, и вы меня не покрываться. Светлана все знает. Но, может быть, мы продолжим. Я когда спросила у Деменского, он сказал, почему... Его конструкции на месте. Есть такой же предприниматель... Сорока. У которого так... Он не в лучшей ситуации. Но они с ним приходят. Они не приходят, потому что они дружат с властью. Есть? И на комы с ним. Молодой человек, с кем бы кто ни дружил, есть бизнес. Я хочу платить налоги. Мне не дают работать в законном поле. Вы понимаете, о чем я говорю? Вы сейчас убиваете вас в голову. Еще раз повторюсь. Я хочу оформить документы по закону. Дмитрий, вы к нам пришли. Да, простите, пожалуйста. Мы не знаем, кто... Прошу вас помощи, уважаемый депутат. Андрей Владимирович, есть у вас какие-то решения? Нет, я безусловно стою с точки зрения, что в том числе разрешение рекламы должно производиться исключительно согласно действующего законодательства. Если в нарушении деятельности этого предпринимателя есть нарушение закона, то безусловно, мы должны всегда эти объекты, которые не соответствуют, ну, наверное, прекращать разрешение. Однако, если есть аналогичные объекты, которые были озвучены сейчас, да, вот несколько предпринимателей, я не запомнился, милый, есть предложение дать поручение управления архитектуры провести соответствие размещения каких-то объектов, в том числе и на следующую комиссию нам доложить, насколько разобрались по ситуации. Поэтому предпринимателю, учитывая его сегодняшнее обращение, и по аналогичным объектам, которые размещены на структуре, если я правильно понимаю, вам дают ответы о том, что такие объекты в принципе не могут существовать, потому что такого вида не существует. Однако другие объекты аналогичные размещаются. Ответ для себя просто, я думаю, коллеги тоже хотели бы понять на сегодня все-таки, такой вид бизнеса возможен, и его запрещают выборочно. Либо все-таки это запрещенные виды объектов рекламы, и они априори не могут существовать в городе, тогда почему убирают одного предпринимателя и остается? Спасибо. Спасибо.